Здорово, вояки, у микрофона Зуберг. Наверняка вы все посмотрели уже видос Чавика про то, что next generation of armored warfare, прям вся такая эйфория, все хорошо, короче. Повернулись к лицу, лицом к лицу, все классно, ща как типа заживем. Мне тоже есть что сказать на эту тему, я поговорил действительно, ну для вас вчера, для меня сегодня, хотя уже и для меня вчера, потому что сейчас ночи. Короче, я поговорил с новым продюсером armored warfare, и да, он новый, и да, он сидит в Москве, то есть он не амстердамец, не ясик пудлик, пресвятой пудлик, нет. Это человечек, который давно уже оперирует различные ММОшки, имеет богатый опыт этих самых ММОшек развития, ну и он там несколько крупных тайтлов Mail.ru поводил за собой на веревочке, и вот теперь пришел к нам в armored warfare, поднимать, так сказать, с колен. Я знаю, что вы любите эту фразу, с колен, через айс литно. Что нам это грозит, чем нам это грозит? Ну, наверное, более плотным общением, я думаю так. Вторая новость, которая более вам интересна, чем первая, оперирование игры передают в Москву, из Амстердама в Москву, то есть теперь никаких сраных декалей собак на день флага России, нет. Теперь, уж теперь-то люди с таким же менталитетом, как и мы, должны более трепетно относиться к нашим акциям, к нашим чаяниям и так далее. Я не думаю, что мы прям заживем в шоколаде, потому что прям будет вообще классно, и отвалоголовый, и у каждого по три наложницы, и по Мерседесу в гараже. Но, тем не менее, должно быть больше внимания именно к, как там этот Саркисян говорил, к культурный код, да? Ну, то есть вот к нашим чаяниям, к нашей ментальности. Это действительно неплохо. Ну, и в целом, проще взаимодействовать с руководством и с разработкой, когда вы находитесь в одном сегменте, когда вы думаете одинаково и говорите на одном языке. Потому что одно время у нас было так. Играет русский европейский, ну, российский сегмент европейский, разработка в России, а оперирование, мать его, в Амстердаме в Европе. Ну, хер ли они там в этом Амстердаме понимают, что делать с игрой? Не знаю. Наверное, понимаю, да? Но упускают, скажем так, значительный кусок чаянии русский сегмента, как по мне. Теперь нам будет проще. И это здорово. Третья тема, которая вас, наверное, меньше затрагивает. Ну, хотя нет, все-таки затрагивает, поэтому я ее упомяну. Да, действительно, то, о чем рассказывал Чавыч Андрюха с таким упоением произошло. Мэйл, мэйл, повернулся к блоге. Блин, как это случилось? Подожди, это часть тела-то у людей есть. Ну, просто мы с мэйлом последнее время, последние два-три годика общались, там, два, только, видели только два розовых полупопия. А вот напротив, ну, не напротив, а с другой стороны человека, лицо, о, мэйл повернулся к нам лицом, к блогерам. И говорит, что хочет диалога более плотного, сотрудничество и, в первую очередь, контакта с аудиторией через нас. Это не значит, что я теперь буду заносить в ваши головы идеи, которые в мою голову посеивает новый продюсер. Нет, я на такую херню не пошел бы, потому что не хочу. Но, в первую очередь, я могу узнать у продюсера какие-то вопросы, которые интересуют вас. И я могу у вас узнать какие-то вопросы, которые крайне интересуют его. Потому что Чел, на самом деле, очень немаленькую толику нашего разговора с ним говорил про общение с аудиторией. Про то, что он хочет знать и понимать, что происходит в аудитории. Где мэйл? Молодцы, где обосрались. Как люди реагируют на какие-то фичи, которые заносят. Что их раздражает. То есть, больше плотного контакта, в первую очередь, с аудиторией через агрегаторы мнений. Конкретно через группы, через блогеров, в первую очередь. Я, кстати, не знаю, но, по идее, спонсорсов и должны поработать так-то. Посмотрим. Вот таких вот три коротеньких пункта. Совершенно... Да не, ну все-таки более-менее информативные. Но, в общем и целом, вас интересует только одно. Теперь не только разработка, но и оперирование управления игрой находится в России. Все остальное больше, наверное, ко мне относится, ну, к блогерам. Но, чтобы выпуск не был совсем уж прям водяной-водяной, я вытряс из товарища продюсера немножечко новостей, которые могу донести до вас. Первое. Нас ждет полная, тотальная переделка сайта. Переезд на новый хостинг, хреностинг. В общем, сайт будет переделан, ну, не знаю, не с нуля, конечно, но его функционал будет существенно доработан. Я очень надеюсь, что существенно. На данный момент поиск игрока. Мне не нравится поиск клана. Мне не нравится его вообще, в принципе, нет у этого поиска клана. Нет, есть, но он такой корявый какой-то. Интерфейс кланов, интерфейс игроков. Неплохой, более-менее, но мне кажется, стоило его бы доработать. А уж сколько было обломано копий вокруг рейтинга кланов, вокруг того, что это кусок говна, который давным-давно уже никому не интересен. За последние два года там на него обращали внимание только орлы, баяны и панды. Потом пандам надоело вообще пиздец, потом вообще пиздец надоело и орлам, и только баяны там под конец что-то, я не помню, дошли они до топа или не дошли. Дошли, наверное? Я реально вот обращал внимание последний раз на рейтинг года три назад. Вообще было поливать. Всегда и всем, потому что он совершенно идиотски рассчитывает рейтинг игроков отдельные, и из этого складывается идиотский общий рейтинг клана. Так что такие элементы можно было бы доработать. Также мейл обещается ввести некий инструментарий, то есть на сайте появится возможность развивать какие-то пласты геймплея, которые будут находиться именно на этой площадке, на веб-площадке. Но в первую очередь на ум приходит глобалка, какой-то из ее вариантов. Какие-то ивенты на сайте. Очень надеюсь, что получится связать базы данных сайта и, соответственно, игры, нормально связать, а не так, как было в первый марафон, чтобы это все корректно обсчитывалось, работало, и мы могли на сайте иметь какой-то дополнительный уровень геймплея. Может быть, не все мы, а, скажем, руководители кланов, или офицеры клановые, посмотрим, что получится. Само собой, клановый контент вот этот вот заедет, я не знаю когда, и явно не сразу же, прям не вот-вот выпустят новый сайт, и выйдет клановый контент наверняка позже. Но, тем не менее, хотя бы возможность его настраивать и закатывать – это здорово. На данный момент у нас такого нету и, как я понял, не предвиделось. Ну и еще я бы отдельно немножко посетовал на то, что мне не нравится танкопедия. Я бы хотел, чтобы танкопедию существенно дорабатывали, заносили туда более полную информацию по танкам, и, возможно, даже те вещи, которые не пишутся внутри игры, ну, потому что Mail.ru считает их, скажем так, избыточными для обычных чуваков, очень круто было бы занести в танкопедию. Серьезно. Можно было бы занести в танкопедию то, чего нету конкретно в игре. Например, график разгона. Чем плохо? Занести график разгона. Крутая же вещь, согласитесь. Можно посмотреть, как быстро ты достигаешь любой скорости в любую точку времени после начала разгона. Круто? Круто, как по мне. Второе. Конкретно в описании танчика в танкопедии можно было, скажем, добавить какие-то комментарии от опытных игроков, от блогеров и так далее. Может, даже видосы или какие-то статейки, которые написаны на заказ, или описания. То есть сейчас танкопедия, она бесполезна. Там есть только некоторые ТТХ, не все. И, соответственно, больше ничего, вообще ничего нету. Это очень странная площадка, которая очень сильно недоработана. И я бы еще хотел бы видеть там какой-то небольшой, быть может, функционал. Ну, не то чтобы чата, но, знаете, типа, ну, комментариев, короче. Как в ВК-шке под постами есть комментарии. Вот было бы здорово бы добавить эти комментарии. Пусть не хранить там по 10 тысяч комментов. Но, скажем, под каждым танком там можно оставить, видно последние, скажем, 50-100 комментов. Чтобы можно было туда зайти и написать, чуваки, как катать на этом танке. Через неделю зайти посмотреть и там найти ответ. Это было бы, опять же, очень круто. Так что сайт будет дорабатываться. Сроки плюс-минус осень. Ну, наверное, вряд ли сентябрь. Октябрь, может быть. Посмотрим. Вторая тема, которую я хотел с вами обсудить, с точки зрения новостей, ну, она, наверное, менее новостная, менее инфоповод, чем предыдущая. Это, скорее, обсуждабельная вещь. Короче, Мэйл не сбросил со счетов арту, простите, не армату, арту в Столкаче. В ПВПшке, наверное, мы арту уже не увидим никогда, так как очень сложно сбалансировать и под ПВП, и под Столкач, и под ПВЕ одну и ту же арту. Это вам не ББМ-ка какая-то. И то, да, даже, вроде бы, казалось бы, ББМ-ки и Тэшки, да, ну, вроде как гибкие машины, можно их настроить. И то есть дикие перекосы. Например, вилка в ПВП достаточно средняя машина, если не сказать страдальная, потому что она сама не может в активном геймплее, не может светить, не может не светиться. На ней нужно играть архиаккуратно и издалека. В то время как в Столкаче из-за своих особенностей она просто доставляет массу геморроя противнику и массу удовольствия тебе. Сколько ты модулей ломаешь, сколько жоп ты подрываешь и поджигаешь. Это же просто счастье какое-то. Вот вам наглядный пример, насколько сложно сбалансировать машину для всех режимов. С артой вообще не получится ее сбалансировать. Поэтому арту можно рассчитывать получить только в Столкаче. Когда будут испытания, я не знаю, в какой форме, опять же, не знаю. Мы скорее говорили о принципиальной возможности ввода в Столкач арты. Здесь есть парочка препонов. Во-первых, арта сбивает очень эффективно захват. Поэтому придется отключать сбитие захвата по сплэшу арты и оставлять сбитие только при прямых попаданиях. Плюс придется добавить немного рельефа, какого-то мусора и прочих вещей вокруг точек. Но это уже можно все выяснить по телеметрии попаданий. Все это Мэйв самостоятельно может сделать. Так что проблему сбития захвата можно решить без особых проблем. Не верьте людям, которые на это сетуют. Это совершенно точно. Куда более сложная проблема – это балансировка количества арт в команде и времени ожидания. И эти два параметра, они диаметрально противоположны. Они лежат на разных концах, получается, одной палки. Такая палка о двух яйцах. Получается, что чем больше игроков на артах попадает в команду, тем быстрее… Вот херню сказал, да? Зависимость прямая, ребят. Само собой. Чем больше игроков в команде на арте, тем быстрее они уходят в бой. И в обратную. Чем меньше арт в команде, тем дольше стоять в очереди. Так что зависимость здесь прямая, они противоположные. В принципе, я бы сказал, что много арт заводить – это очень болезненно, не стоит. Ну, там, 2, 3, 4, там, что-то такое можно. Поэтому я вам предлагаю сейчас пройти в комментарии и написать свой вариант, сколько вы арт хотите увидеть в Столкаче. За каждую команду. 2 или 1, или 3, 4, и так далее. Ну, не знаю, может кто-то 5 предложит. Хотя, как по мне, 5 – это перебор. Но вот мне кажется, 1, 2 или 3 – ну, вот, что-нибудь такое. Поэтому пишите, если кто-то уже написал ваш вариант, лайкайте, ставите плюсик. Так что, получается, если мы мало игроков посадим на арты в каждом бою, например, там, 2 чувака или 3 чувака, то ждать артоводом боя придется гораздо дольше, чем обычным игрунам. И здесь можно уповать только на хороший онлайн-столкача. Сейчас он очень неплохой. Если такая тенденция сохранится, имейлу удастся более-менее раскачать хотя бы чуть-чуть онлайн-авэшки на всем том, что я вам озвучил, и сейчас озвучу, кстати, то, да, мы получим достаточно неплохое время ухода в бой обычных игроков. Ну, и артоводам придется ждать, ну, там, 30 секунд, например, или 40 секунд. Если, короче, если ожидание в бой у артоводов будет минута, это абсолютно нормально, это абсолютно играбельно и допустимо. Я бы считал бы, что это большой успех с точки зрения онлайна для этого режима. Ну, вот, в принципе, и все. Единственное, еще возникает вопрос с точки зрения прокачки, потому что пока мест в столкаче могут играть только старшие арты, наверное, 8 и 9, 8 и 9 Е. А что делать с маленькими? Ну, качать их в ПВЕ. Поэтому артоводы быстро получать контент явно не будут, потому что это не... ну, непрактично. Простите. Делать контент для малого количества народу в ущерб большому количеству народу. Пишите свои мысли по поводу арты в комментиках. Почитаем, посмотрим, донесем до продюсера. Ну и третья темка, которая вас тоже может очень сильно порадовать, если вы не совсем прям букабяка, не совсем хейтер и обладаете, ну, хотя бы таликой критического мышления. Короче, есть такая вещь, как цифровые магазины, дефис, агрегаторы игр. Ну, например, стим. Или сейчас очень сильно расталкивающий локтями всех Epic Games Store. Я, кстати, с Epic Games Store последнюю неделю ёпся, блин, как... я не знаю, как хомяк с кукурузой. Потому что я его, ну, как бы, случайно ударил, и потом не мог его перевосстановить. Реально, мне понадобилось где-то пять дней на это всё дело и куча переписки с техподдержкой, но тем не менее, мне помогли. Небольшая реклама. Или антиреклама. Решайте сами. Короче, есть Steam, есть Epic Games Store, есть GOG. Теперь будет My.Games. Это mail-ru-шный цифровой магазин тире цифровая библиотека ваших купленных игр. Очень надеюсь, что mail.ru завезёт в этот магазин и рейтинг игр, и какие-то микрофорумы, где можно будет выяснить что-то по поводу игры. Ну, в общем, весь функционал стима они попытаются повторить. Нас интересуют две вещи. Первое. АВ-шка одной из первых игр заедет в My.Games. Одной из первых mail-ru-шных игр, которая поселится в новом лончере, цифровом магазине, агрегаторе игр My.Games, будет АВ-шка. И через это мы можем поиметь определенное количество народа. Поиметь, в смысле, дополнительный онлайн, не намекая вам на массовую коргию. И второе. My.Games платформа новая, свежая. Она только готовится к запуску. А как вы знаете, и Mail.ru очень любит запускать какие-то штуки. Не то чтобы в свете софитов. Вы знаете, в свете огромных водопадов бабла. У чуваков есть деньги, и они их очень любят тратить. Поэтому ожидайте то, что даже едучи в поезде Москва-Воркута какая-нибудь, зайдя в самый обоссанный конченый вагон в туалет, вы там вот в этом туалете увидите зайди в новый MyGames и получи скидку 10% на танк Warhammered Warfare. Или скидку 10% на Cyberpunk 2077. Ну и так далее. То есть Mail будет очень огромное количество бабла вкладывать в MyGames и если у нас получится через это дело каким-то образом как-то к этому присосаться, как рыба прилипала к акуле, то определенную талеку онлайна мы получим. Я на это очень надеюсь. Но опять же, я человек скептетичный, особенно после того, как Mail нас трижды уже звал замуж и трижды послал нахер. Будем посмотреть, короче, господа, будем посмотреть. Шесть постулатов из этого видео. Первое. Новый продюсер, чувак коммуникабельный. В целом мне понравилось то, что он говорит. Гораздо больше, чем... Гораздо больше мне понравилось то, что он говорит по сравнению с Лорионовым Ильей, хотя, ну, я не скажу, что прям Лорионов Редиско, просто вот контакта у нас с ним не было вообще никакого. Этот чувачок новый очень мне напомнил, наверное, Ваню Побержина. Тот тоже самое был. Очень коммуникабельный и открытый, и это здорово. Ваня, привет, если когда-нибудь до тебя это дойдет. Большое тебе спасибо за те, скажем так, труды, которые ты вложил в проект. Прицепиться к тебе лично мне, для нам игрокам, не к чему. Второй постулат. Оперирование, управление игрой передается в Россию, и это здорово. Третий постулат. Более плотная связь между верхушкой управления игры и блогерами. И через блогеров более плотная связь у верхушки игры с игроками непосредственно. Четвертое. У нас полностью поменяется сайт. Это будет осенью. Сроки я вам, конечно, не назову, но обещают новый функционал, доработку старого функционала и задел под кланвары и прочую фигню. Пятое. Арта в Столкаче. Моя ставка, что она все равно будет в Столкаче 100%. Однако давайте дождемся хоть каких-нибудь новостей и тестов официальных, потому что я не истинно в последней инстанции напоминаю. Арту в Столкаче я бы хотел бы, напишите, хотели бы вы, сколько арта вы видите оптимальным в одной команде в Столкаче. И третье. АВшка. Одной из первых мейлрушных игр заедет в новую игровую платформу MyGames, которая является аналогом Стима и в которую мейл будет вкладывать, я думаю, что сотни, может и миллиарды рублей. Это вообще без сомнений. Все, ребяточки. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, что думаете. Мехот вас всех любит. Я вас тоже иногда любит, иногда не любит. Да, кстати, по поводу того, когда я наконец-таки вылезу из подвала и что-нибудь вам покажу. Наверное, это произойдет в воскресенье. Раньше не могу, потому что очень плотный график. Даром, что в отпуск попал. Кручусь, 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 кручусь. Прямо до компании могу даже добраться. Вот сегодня, сейчас вот сижу, записываю видос в час ночи, а завтра уезжать в другой город. Вот, послезавтра возвращаться. В общем, жопа полная. Так что ждите, наверное, ближе к воскресенью. Если силы будут, то выползу в онлайн. На этом уже совсем все. И пока-пока.